Резерв-тайм. Что не очень-то и боролись против коллектива London Conspiracy, поэтому алики явно выглядят посерьезнее. Посмотрим, как они смотрятся против Бурденов. Бурдены тоже по составу тут не первый день в доту зашли. Paris, My Nuts, Necromant, Sing Sing, Come With Me. Ну, я думаю, что эти имена в большей своей части известны всем и каждому. Если не всем, то погуглить можно 100% и кучу миллионов ссылок вы найдете на каждый из этих имен. Каждая из этих никнеймов. Со стороны команды Alliance, конечно, ребята не такие известные. Какой-то там Лода, какой-то Пайкат, Адмирал Бульдог вроде где-то играл, Акки тоже какой-то парень. Ну и Факин Мэтт. Новички, новички, но вроде как стараются. Я шучу, Alliance вообще монстр просто. Пять глыб в одном составе, Факин Мэтт единственный, кто тут вообще чуть-чуть отстает от всех и то опережает всю Европу вместе взятую. Со стороны команды Alliance, по пику, Джаггернаут, скорее всего для Лоды, Клокверк для Адмирала Бульдога, Лишрак у нас будет саппортить. Я думаю, что фарм Лишраков мы здесь не увидим. Леон, Клок, Баунти Хантер, Лишрак скорее всего даже в мид. Я думаю, что никаких саппортингов. Лишрак отправляется у нас в мид-лейн, будет там стоять против кого? Против СФ, причем будет стоять, я думаю, легко, совершенно для пайката. Данный герой Лода забирает себе Джаггера, Акки будет играть на Лионе и Баунти Хантер для Факин Мэда. Ну и Адмирал Бульдог на Клокверке. Понятная история. Со стороны Бёрден Юнайтед. Винтерд Виверн зашла четвертым пиком и последний пик не обходил. Нету оффлейнера для команды Бёрден Юнайтед. Алики забанили у нас Бестмастера. Его не хотят видеть. Но есть еще Тайт Хантер, есть Магнус. Еще Альянс забанили Спирит Брейкера, еще они забанили Андайнга и забанили Шейкера. То есть оффлейн вообще тут просто решили обрезать. Непонятно, кого для оффлейна брать в команде Бёрден Юнайтед. Но есть, понятное дело, еще герои. Но видно, что Альянс всерьез взялись у нас за оффлейнеров. 35 секунд Бёрден Юнайтед. 19 секунд. Ну, гадать, не перегадать, даже не знаю. Ну, наверное, конечно, классно смотрелся бы Бэтрайдер, да? Бэтрайдера берет. Я думал, Магнус был бы под Гирокоптера. Ничего так для дополнительного дэмэджа. Перис забирает себе Бэтрайдера. Каму Изми будет играть на Винтер Виверн. Майнац берет себе Огрмага. Некроман, это Шадоу Финт. И Синг-Синг на Гирокоптере. Со стороны команды Альянс. Лода берет себе Джаггера. Пайкат будет на Медлэйне. Стоятель Шраком. Баунти Хантер Факин Мэтт. Клокверк Адмирал Бульдог. И Аки будет играть на Леоне. По пику Альянс попроще будут. Попроще. Не надо особенно ничего выдумывать. Не так вы сильно зависимы, например, от расстановки географической. Просто бей-беги. Ран-н-ган от команды Альянс. И такая вещь тоже в доте работает. Причем работает практически безотказно. Агрессивный пик от команды Бёрден Юнайтед. Им надо врываться. Им надо всегда быть на острие. Например, тот же Бэтрайдер должен врываться. А вот у команды Альянс. Я бы даже не сказал, что сильно жадный такой пик, который зависим был бы от фарма. Все-таки Джаггернауту для Умни Слэша не надо много фармить. Как и для Диаболиков. Лишь Раку не обязательно фармить. И Клокверку. Тоже не очень много фарма. Надо, чтобы дать нормальный хукшот. И хорошие Коги подставить. Да, чтобы выжить в этом файте, понадобятся силы и средства. Но тоже все это весьма относительно. Поэтому Альянс, конечно, пик простой, как 5 копеек. И при этом легко реализуемый. Что по золоту? Бёрден Юнайтед выигрывает 100. Что это началось вообще? С коррупции начинается у нас данный матч. Где вообще эти 100 голды заработали? Вы видите, что с графиками происходит? 100 в пользу команды Бёрден Юнайтед. Нормальное начало. Ну что, у нас первая игра. Первая игра в формате Best of 2. Напомню для всех, кто не в... И расскажу для всех, кто не в курсе. Игры у нас сейчас проводятся в формате Best of 2. У нас групповой этап европейских квалификаций. По сути, это 2 Best of 1, объединенных в один матч. То есть, играешь 1-1, тебе ставят ничью и дают 1 поинт. Играешь 2-0, тебе дают 2 поинта за победу. Играешь 0-2, ничего тебе не дают. Вот как Na'Vi, например. Ничего не дают. Просто отсылают дальше тренироваться. Коги. Пошли у нас от Адмирала Бульдога. Классическая схема. Абуз, абуз, абуз. Адмирал Бульдог сам тут участвовал в разработке доты. Поэтому все тонкости знают. Ну, это не шутка, конечно. Но такое ощущение иногда бывает, что Адмирал Бульдог знает в доте, если не все, то близко к этому. Винтер Вивер начинает подстопивать здесь Адмирала Бульдога. Коги, Нати, вам встречайте лицом электрический заряд. Факин Мэд у нас недалеко, но Факин Мэд близко не подходит. И правильно делать, потому что здесь стоит Вижен от команды Бёрден Юнайтед. Факин Мэда увидят, даже если он в Инвиз уйдет. И уходит в Инвиз Факин Мэд. Понимает, что по нему бьют. И понимает, что где-то здесь вар. На Вижен Факин Мэд не наступает. Подрезает Синг Синга. И будет просто напрягать Синг Синга на линии. И теперь непонятно, как Гирокоптеру действовать. Либо Винтерн Виверн должна постоянно здесь либо просветки, либо варды ставить. Либо надо, например, какой-нибудь Хомин Миссил. Чтобы хотя бы отставал от тебя иногда Баунти Хантер. Ну странно, вроде герой такой не очень сам по себе надоедливый на линии. Но вот я смотрю на топ-линию и у Гирокоптера наблюдаются проблемы. 5 на 0 идет Адмирал Бульдог. 5 на 2 Гирокоптер. То есть у Адмирала Бульдога такой же Крипстат, как и у Мейн Керри команды Бёрден Юнайтед. Факин Мэтт еще и подфармливает лесных крипов благодаря своим Синг Синг. Пришел немножко попушить. Так, Факин Мэтта пытаются остановить. У Камбе Змеи есть просетка, но Факин Мэтт не разворачивается. Бежать отсюда ясно, что он прочекал, что там находится в этом билде у нас. Камбе Змеи отходит на свои позиции. На мидлейне Пайкат без маны, потому что бил Некромана. У Некромана 6 на 0, у Пайката 12 на 1. Лешрак наказывает пока что Некромана, ну потому что у него схилы такие наказательные. И, конечно, Пайкат проседает по мане, это безусловно. Но при этом Некроман у нас фарма получает меньше до поры до времени. Ну, оно обратное есть, конечно. Конечно, в этом всем обратная связь. Чем больше Пайкат у нас напрягает Некромана, тем меньше Пайкат может напрягать Некромана. Потому что мана заканчивается и какое-то время атака и давление от Лешрака прекращается. Но теперь уже мана поинтов хватает на сплитеус, на 2 Лайтнинг Сторма. Ну и абуз банки постоянно будет у Лешрака, потому что на ранних лвелах этот герой от маны, от монопула зависим очень даже серьезно. Имморталовская Дженуин Сиракура у нас у Лоды. Оружие, которое видоизменяет атаку Лоды сейчас посмотрим. Там и Блэйд Фьюри должен немножко другой быть. И Омни Слэш, по-моему, меняется. По Галде Альянс в игровой 250, по Экспириенсу 100 в пользу команды Бёрден Юнайтед. И тут все ровно ФБ никто еще не делал. И куда у нас Факинг Мэтт делся? Ну-ка, расскажи. Машинку застопил у нас Адмирал Бульдог. Вообще всех застопил у нас Адмирал Бульдог. Комфортную ситуацию для себя сделал. Коги, чтобы просто линию держать на одном и том же уровне. Пошел под сейф по Адмиралу Бульдогу. Ну и скорее всего это ФБ. Адмирал Бульдог на лоу ХП. Адмирал Бульдог 5 хелс-поинтов. И Герокоптер забирает Адмирала Бульдога. Флэг Кеннад от Син Синга. Умеет же Собака играть на своем герое. В это время Леона у нас развалили на нижнем лайне. И погоня за Перисом. Факинг Мэтт бежит у нас под Файерфлайем Бэтрайдера. Но при этом под Хеллинг Вардо. Потеряли Леона. И потеряли в свою очередь еще и Клокверка. Игроки команды Альянс. Они проигрывают 2-1. Они начинают уступать своим оппонентам. Пайкат поближе к Некроману. Третьего левела Лайтнинг Сторм. Некроман проседает по хелс-поинтам. Сплитос еще поймал Некроман. Надо юзать банку и регениться. Джаггернаут в это время забирает Бэтрайдера. Как? Вот так. Сейчас спокойно. Третий Блэйд Фьюри. Удивительно, но факт. Видимо для КД скорее всего. Потому что по демиджу Блэйд Фьюри тут от Блэйд Фьюри почти не отличается. Ну, на всякий случай Лода прокачал. Никаких тебе плюсов. У него мало, конечно, ХП. Но у него... Хотя нет, в плюсик чё. Один вкачал в плюсик. Один в Хеллинг Вард. Три в Блэйд Фьюри. И один в плюсы вкачал Джаггернаут. Да, видим везде 28, 36, 20. Всё, плюс 2. Странновато. Немножко так. Так, пошёл у нас стан по Некроману. Сплитос от Пайката. И Некроман умирает. До появления 6-го левела Лишак забирает этот фраг. И это плюс для команды Алайнс. 3-2 становится счёт. Алайнс выходит вперёд по золоту. По Экспириенсу тоже Алайнс впереди. И Адмирал Бульдог чуть-чуть по фарму, конечно, подсдал. Он на второй минуте имел 5 на 0. А теперь у него 14 на 0 только-только. При том, что у нас уже 6-ая минута идёт. Пэрис перемещается в собственный лес. И так случилось после обновления, что для Пэриса проблем быть не должно. Кстати, не считая Факин Мэда. У крыса. Факин Мэд у нас отправляется блочить споты. Отправляется. Отправляется? Нет, не отправляется. Он отправляется забирать вражеских крипов. Так действует Факин Мэд. Заблочитый спот. Факин Мэд. Ну, пробежался. Посмотрел, где кто есть. Кого-то резонул ещё по дороге. Сейчас выйдет в инвизи на Пэриса. Вижена нет. Клок сюда врываться будет или нет. Сейчас узнаем. Файерфлай пошёл у нас от Пэриса. И экспы Факин Мэд должен получить. По нему пингуют. Знают, что он здесь. Добивать никого здесь нет смысла Факин Мэду. Просветили его. Пэрис на лох ЭП. Шок Вейв у нас от Сатира. И на тебе, Пэрис. Пэрис на 50 ЭП отсюда уходит. Камвы Змея его подсейвил. Там Сатир мог просто чудо сотворить вообще. В это время келлинг спри от Джаггернаута. Омни слэш зарядили у нас в Огрмага. Огрмаг отправляется в Таверну. 4-3. По итогам файтов непонятно кто в плюсе. Сейчас глянем. Да, Леший бьет дубиной. Слушайте, и правда. Леший как слордар наяривает в ближнем бою. Я не понимаю, то ли анимация атаки такая, то ли действительно Лешак бьет у нас в мили противостоянии обычными ударами, а не выстрелами. Ну, это логично, наверное. Куда там стрелять. 5-3 счет. Забрали Бэтрайдера. 360 зарабатывает команда Альянс. Ну и Лода там по фарму, я так понимаю, великолепно себя ощущает. Скорее всего, да, 3200 у него. 3400 для Синг-Синга. И пайкат 3723. Пайт у нас на топ лейне. Факин Мэтт. Подрезает Синг-Синга. Кулдаун пошел у нас от Синг-Синга. Синг-Синга на лоу хп. И Синг-Синга выживает. Да умирает Лешрак. Вот. И Камвезмин, скорее всего, тоже умрет. Адмирал Бульдог забирает этот фраг. И делят его еще и на Факин Мэтт. Факин Мэтт на лоу хп. У Пэриса есть лассо. Могут цеплять Адмирала Бульдога. Он близко пока не подходит. Адмирал Бульдог, скорее всего, здесь приехал. Поливает его сверху Бэтрайдера. Адмирала Бульдога забрали. 6-5. И Винтер Виверн у нас в таверну. И Пайкат тоже у нас в таверну. Денег, конечно, больше заработали Бёрден Юнайт. Пока вот здесь сейчас глянем. По экспириенсу уже Бёрден Юнайтед впереди. Чтоб отпушили уже нижний лайн. Игроки Команды Альянс забирают Т1. Мешать им никто не будет в этом. В это время команда Бёрден Юнайтед у нас на мидлейне. Некроманс, Винтер Виверн поближе к Пайкату. Будут пытаться его забрать, как я понимаю. Иначе Комвезми не приходил бы сюда. У Виверны есть ли Аганим? Нет Аганима на Виверну, по-моему, нету еще. Ай, вообще, какой Аганим? Кто должен бить еще у нас в ульте Виверны своего оппонента? Своего, точнее, тиммейта? Факин Мэтт очень сильно наполучал по голове. Надо либо отойти от линии, чтобы... Нет, тут Пайкат есть, который поможет в любом случае. Похилил его и маны дал на полную. Еще и банку провязал. Теперь Пайкат сам, правда, без маны находится. Но при этом товарищ его жив и здоров. Шестой левел для Баунти Хантера. Трек уже у Факин Мэда есть. Теперь надо и Адмиралу Бульдогу как-то включаться. В общие файты. У Адмирала Бульдога уже 27 на 0. 28. Адмиралу Бульдогу только дай пофармить. В это время забирает у нас Джаггернаута СФ на нижнем лайне. Что там делал Джаггернаут непонятно. Каму изми, провязал ульту. На Джаггера. Джаггера развалили. Лода первый раз отправляется в таверну. 3-1-0. 10 минут сыграно. Алайенс, полторы тысячи по золоту, по экспириенсу. Алайенс выигрывает... Проигрывает уже даже. 750. Потихоньку, по чуть-чуть. Но Бёрден Юнайтед тут какие-то... Плюсы для себя отыгрывают. 10 минут у нас сыграно. Давайте смотреть по артефактам, как обстоят дела. Баунти Хантер с одними Транклил Буцами. И есть у него Ставфов Виздадри. Приобретает себе Факин Мэд. Ставфов Виздадри. Я так думаю, что... Да. Всё-таки вот так. Иначе никак вообще. Факин Мэд будет у нас вдогон. Я почти уверен. Леон. Буцов Спид есть. В принципе, на Транклил Буцей денег у Аки хватает. У Джаггернаута уже есть Фейс Буцы. Уже есть Яша. Рингов Базилус. Брасер для Лоды. Вполне может быть, попозже появятся... Барабаны у Лешака. Уже есть Аркан Буцы. Есть Пойн Буустер. Есть Нул Талисман. Ну и Сол Ринг. Надо приобретать Пайкату. Это факт. Клокверк... Ой, как красиво. Клокверк у нас в кустах спрятался. Клокверк готовится на кого-то выйти. Сейчас глянем только на кого. Для этого надо просветить территорию и врываться. У Адмирала Бульдога уже есть Чейн Мэйл. Есть Робов Зе Мэджи. И тысячу голды не хватает до появления Блэйд Мэйла. Со стороны команды Бёрден Юнайтед. Бэтрайдер. Только что приобрел себе Даггер. Немного денег до Транклил Буцов остается. Огр Макс Транклил Буцами, но без Даггера. Сф. С Баклером. Есть Хедреско для Сфа. Ну и надо еще рецепт на Мекку собирать. Есть также ПТ. Есть Рейс Бэн. Факин Мэн. Очень сильно встрял. Прям под Вардом. Никуда Факин Мэду отсюда не деться. И Синг Синг 4-0-1 для Гирокоптера. Успокойтесь. Альянс. Не надо так видеть Гирокоптера. Это чревато в итоге. 4-0 счет. Для Гирокоптера есть Хелм оф Доминатор. Есть Огр Клаб. Зачем-то Сейдж Маск. Но до сих пор нет. Ринго Факвилы для Гирокоптера. Может просто не принес. Но вот уже есть. Для Квилы артефакт заветный. И 700 голды сверху еще для Синг Син. Осталось насобирать до БКБ. Но тысячи две еще. На Т-1 выходит команда Бёрден Юнайтед. Причем Синг Синг в соло здесь стоит. Не подходит близко к Перис. Если вдруг кто подойдет, например, выходить на Майнац или выходить на Гирокоптера, тогда будет файт. Ну и байтит на себя Майнац. Байтит на себя и очень даже так палевно байтит. Постоял и ушел в лес. Представляете, как это со стороны смотрелось дураковато. Стоит Огрклаб, смотрит на тебя, а потом уходит в лес. Еще и своей дебильненькой походкой. Интересно, что нас там в лесу ждет? Давайте-ка сходим за Огрмагом. У него две головы, он врать не может. Значит, он в соло. Пайкат цепляет у нас Камвизми. Камвизми на лоу хп. Камвизми не достает до сплитоса до него Пайкат. Забрали лоду. И СФ забирает у нас в свою очередь Лешрак. Где лода у нас? Пачил. На мидлейне лода у нас развалился. Он мне слэш не провязал. И как-то немножко фидом попахивает от лоды. 3-2-1 счет на данный момент. И по артефактам ничего нового. Пайкат приобретает себе Солринг уже. Есть у него Солл Бустер. Есть у него Солринг. Немного остается до появления Бладстоуна. Пайкат по фарму на второй позиции. Отстает от Син Синга, но ненамного. Мейн Керри, который стоял в принципе чуть ли не фрифарм. Ненамного обгоняет у нас мидлейнера команды Альянс. А вот Пайкат, например, на 2000 обгоняет Некромана. СФу тут вообще не сладко было. 10-й левел Некроман только-только в Мекку собирается. У Пайката уже почти готовый Бладстоун. 11-й левел тоже имеется. Пульс снова в 2 у Пайката вкачано. Факин Мэтт. Подсветил у нас Син Син Синга. На него никто нападать не будет. Под смоком здесь Пайкат и Аки. Майнатса видят. И Майнатс видит всех. Майнатс сразу же отправляется у нас в Хекс. Факин Мэтт. По нему трек. Ну и Майнатса развалит. Или не развалят Винтер Виверн. Как удачно подошла у нас Виверна. Майнатс здесь все-таки умрет. Забирает его Лешрак. Ну и один фраг всего лишь делали Альянс. Ну какой же он был валидольный этот фраг. Все это под треком, разумеется. Все это дало много денег. Всем 717 за одного Угрмага. Зарабатывать команда Альянс должна больше в файтах. Если конечно будет хотя бы одинаково со своими оппонентами убивать. Альянсы сейчас выигрывают более тысячи по золоту. Я думаю, да. Так и есть. 1300. И по экспириенсу чуть больше 0. Лода выходит на топ лейн. Теперь я понимаю, почему Лода так часто умирает. Потому что Лода у нас тусуется сам с собой. Уже на Лоду выезжает Синсинг. Выезжает Кам Виз Ми. У Лоды есть, если что, умни слэш. Вот. Но поймать его можно. Лода улетает на нижний лайн. Будет файтиться здесь с Перисом. Соло его 100% разбирает. Барабаны провязал Лода. Не туда. Не туда. Перис уже на крипов собственных бежит. Поэтому умни слэш можно в пустую просто потратить. По галде Альянс выигрывает тысячу. По экспириенсу проигрывают своим оппонентам. Берден Юнайтед тоже на самом деле ребята очень серьезные. По своему составчику. Поэтому не стоит ожидать от них какой-то расслабухи. И что Альянс тут с закрытыми глазами их пройдет. Это не так. Это точно не так. Тут еще можно и споткнуться хорошенько Аликом и отдать им победу. По пику конечно Альянс мне кажется посуровее. Но с другой стороны есть вот эта вот Виверна. Которая на самом деле дисбалансная. И вы видели что происходило с Огрмагом. Били его всем селом. Били, били. И в итоге Огрмаг еще и выжил. И отрегенился. И мог развернуться еще и участвовать. Если бы команда была поближе. Участвовать дальше в файте. Синг-Синг в кусты под треком. Факин Мэтт не подходит ближе к Таверу. Вижен на него не распространяется. Уже близко у нас Аки. Аки видит Синг-Синга. Факин Мэтт. Трек пошел по Майнацу. Майнаца убили. Пайкат под пуль снова. И убили также у нас и Террокоптера. Виверна бахнула Пайката. Разлетелись осколки. Можно драться. У лоды есть Омни Слэш. Сейчас вся команда Бёрден Юнайтед отлетит у нас вставе. Некроман через Омни Слэш. И вот вам Омни Слэш. И стоит у нас во льдах Некроман. И плевать ему на Омни Слэш в принципе. Да, Некромана, конечно, здесь загонят. Под треком, под всей этой ерундистикой. И сейчас еще и Крит прошел на 268. Некроман умирает. Деньги заработала команда Alliance. 4 в ночь заканчивается файт. Но, тем не менее, Омни Слэш от лоды превращается в абсолютную пустышку. Благодаря Виверне, которая в колбу свою закрывая, спасает любого от любого физдэмэджа. 2800 зарабатывает Alliance. Треков здесь было сколько? Треков здесь было 4. Вот вам 2800 за один файт на 18 минуте. 3500 экспириенса. Тоже в пользу команды Alliance. По голде Alliance выигрывают 3 с копейками. По экспириенсу 1500 тоже для шведского коллектива. У лоды тем временем 2000 есть уже на руках. Барабаны Яша. Фейсбутцы Момпакам лода себе не покупает в это время. Лешрак собирает себе Бладстоун. И у Пайката уже появляется Угрклаб. Леший то ли БКБ, то ли Аганим. Пес его вообще разберет. У Джаггера 2000. В принципе, лода мог бы уже себе приобрести Сенжиньяшу. Пока не покупает. Но я думаю, что это просто вопрос времени. Курьер прилетел на базу. Сейчас у лоды будут деньги на Сенжиньяшу. И на ТПшку на всякий случай. У Джаггера ничего не покупает. Ни Мом, ни Сенж. Лода, мы ждем. Ну-ка. Неужели Башер будет со старт? Ну, Башер с таким атак-спидом, это понадеется на суперудачу. Лода из тех, у кого с первого удара может суперудача пройти и сразу же пройти первым ударом Баш. Смотрим. Ну, Сенжиньяша тут, в принципе, вариант классический для лоды. Он на любого героя его собирает. Поэтому и здесь, я думаю, что можем увидеть. Почему бы и нет? Живучесть есть? Вот, пожалуйста. Только мы отвернулись. На секундочку. Сенжиньяш у нас на лоде. Бегает лода, смеется. Дурной комментатор обманул его. Красавчик. Никто не ожидал Сенжиньяшу. Она просто из ниоткуда. 5000 Alliance по золоту выигрывают и 2000 по экспириенсу. Пайкат с Огр Клабом. Пока больше ничего нет серьезного. Ну, лишь рака хотя бы ПТ появился. И то неплохо. В это время Баунти Хантера забирают слишком далеко от собственной базы. Далековато ушел у нас Баунти. Хотел поиграться. Немножко судьбой доигрался. Догон первого левела есть для Факин Мэда. Ну, я думаю, что будет грейдиться, в принципе, до пятого левела. Потому что Баунти Хантер тут должен раздавать треки и наносить бёрст дэмэдж. Все, что требуется от Баунти Хантера. Адмирал Бульдог. Ловит у нас Сан от Майнаца. Батарея Саут от Адмирала Бульдога. Хоть в Коги закрывай Майнаца. Фукшот пошел у нас от Адмирала Бульдога. Коги по Майнацу. И Адмирал Бульдог включает лейдмейл. И бежать отсюда. Артик Берну от Камвы Зми. Но Артик Берн не спасает тебя от ударов об Коги. Камвы Зми немножко зубами врезался в Коги и вернулся. Смешно было, если бы он застрял бы здесь еще и на хайграунде. Феррис решил подраться. Сразу же Пайкат включает Диаболики четвертого левела. Пуль снова у второго левела. И Аке дорассказывал сказку о Бэтрайдере, который не смог своему оппоненту. Фингер оф Дэсс. И нет у нас Бэтрайдера. 570 голды зарабатывает Альянс в этом файте. 1100 по экспириенсу. Винтер Виверн, где ты? Как тебе прокликать-то? Винтер Виверн на мидлейне. По трекам, конечно же, да? Конечно же, по трекам. Винтер Виверн побегает от Адмирала Бульдога. Погибает, побегает. Погибает. Ну и Баунти Хантер тоже денег поднял. Благодаря треку тут все зарабатывают. Тут Альянсы скоро будут невероятно недосягаемой высоте. Благодаря треку от Баунти Хантера. 2000 по экспириенсу Альянс и по золоту. Более пяти для них. Экспы больше не дают, а денег, например, дают больше. Скоро эти деньги превратятся в экспириенс, когда Альянс приобретут себе те артефакты, на которые не могут раскошелиться Бёрден Юнайтед. Просто потому, что нет этих денег. Кобальт Бригадир. Просто пимп Майрай. Чувак, прокачай мою тачку. Посмотрите на Экзибито. Время никому не щадит. Бригадир как-никак. На тебе, Бригадир. 23-я минута. Альянс выигрывает 6, даже 7 тысяч по золоту. И по экспириенсу Альянс выигрывает 3 тысячи у своего оппонента. У Джаггера 2 300 на руках. Джаггер у нас 3 по фарму. Отстает от Син Синга. Смотрим, что у него. У Син Синга есть Сэнш. И Яши пока что для Синга не имеется. Есть Хелмут Доминатор. Есть БКБ 10 секундный. Фейсбуцы и рингов Аквила. Ну и первое место Пайкат. Смотрим на нашего богатого Буратино. У Пайката есть Огр Клаб. У него есть Бладстоун. И Нул Талисман. Пауэр Трэдс. И Мэджик Вонт. Еще и 2 400 сверху для Пайката. Выпьем за любовь. Эм, да. У Пайката 2 500 голды. Ну что ты будешь покупать? Покупай Аганим. Не пожалеешь. Меня сейчас все берут. Очень модная тема на Лешака. Вылазка от команды Бёрден Юнайтед. Во Вражеский лес в это время Алайнс просто со стеклянными глазами прут по Мид Лейну. И точно так же сворачивают в лес. А Бёрден Юнайтед через Мид Лейн бегут за командой Алайнс. Файт будет или нет сейчас узнаем. Но Табор здесь... Алайнс в это время подпушить могут очень быстро. С Лайтнинг Сторм от Пайката. Быстренько свалили Крипов. Включили Диаболики и разваливаем Табор. Диаболики заканчиваются. Отлиширока половину Табора снесли. Ну а Лайонсы сильнее сейчас по золоту, по артефактам, по левелам. Поэтому навязывая драку своим оппонентам они обязательно должны. Обязательно. Потому что если не навязывать, то как вы будете умножать свое преимущество? Алайнс сильнее в драке, поэтому надо провоцировать оппонента. А как еще провоцировать, кроме как пушим товаров? За какой-то из товаров все равно Берден Юнайтед будут цепляться. А значит можно и на файт 5 на 5 вытащить их. А где-то и не 5 на 5. Вдруг кто не придет дефать, а будет фармить. Берден Юнайтед. Некроман уже с мекой. Есть у него также Митрилхаммер плюс Огрклаб и 900 голды для Некромана на руках. Готовится выйти в БКБ. БКБ у Геррокоптера мы уже видели. Ему необходимо насобирать на Яшу. Что, альянсы не давят. Альянсы спокойненько фармят. У них есть для этого время. У них есть преимущество по фарму. В любом случае я говорю сейчас о треке Баунти Хантера 2-го левела, который кучу денег дает теперь всей команде Альянс. У них есть очень хороший солидный лейт. Джеггернаут, которому можно и не лезть в драки пока что, который в лесу нормально себя чувствует. Вот. Ну и у них есть Лешрак, который тоже в лейте просто становится ядерным реактором, к которому нельзя подходить. Сейчас может у нас быть файт. Перис должен видеть Аки. Файрфлай пошел у нас от Периса. Ловит Пайката. Пайкат включает БКБ и это его в принципе спасает. Пайкат включил Диаболики. Включил пульс новый. Не включил, так включи. И Пайкат у нас просто разваливается. Лода отсюда уходит. Лода у меня слэш провязала. Теперь Лоду будут гнать. Врывается у нас Адмирал Бульдог. Врывается на двоих. На лоу ХП Синксинг. На лоу ХП Некромант. Подкоп по двоим атаки. Триплкилл атаки в этом файте. Дальше за камбузми. Гнать их просто. Аки, который делает триплкилл Леон. Вот это я понимаю Леон. Вот это саппорт. Есть даггер у Аки. Аки дальше. Давай ультракилл ему. Дай ему ультракилл. Ай, ты черт возьми, а. Факин Мэтт. Днище. Репорт, Факин Мэтт. Репорт. Все, я не намерен это терпеть. Не дать Леону ультракилл, но это надо быть полной свинидлой. Так, этого похвалить. Ничего вообще не могу делать. Просто обрезали все возможности. Хвали Аки, репорт Факин Мэда. Вся суть современной доты. Третий левел Дагона есть уже у Факин Мэда. Леон тоже по золоту. Тут поднялся очень не кисло. 1900 у него есть на руках. Теперь Аки может даже подумать о приобретении Аганима. Ну или Форс Став, например. Или, например, Глиммер Кейп. Тоже ни одной не вижу штучки этой в команде Альянс. Посмотрим сейчас. У Баунти Хантера уже третий Дагон. Дэмэджа много. 700 дэмэджа Дагона. Поэтому Баунти Хантер и Соло. Любого саппорта развалить может. Винтер Вивер, например, я думаю, не успеет ничего сделать. 940 ХП. Должен убивать ее Факин Мэд. Ну, будем за ним наблюдать. Дал трек на Некромана. Некроман отсюда уходит и Факин Мэд просто дисбаланс вносит в игру. Он постоянно ходит и пугает своим присутствием команду Альянс. Ой, команду Бёрден Юнайтед, точнее. Находит Син Синга. Вижен есть. Вижен есть от Факин Мэда. Его, правда, не видят. По графикам 10 тысяч Альянс впереди по золоту и по Экспириенсу почти 8 тоже в их пользу. Пайката. Ловит у нас Перис. Пайкат не провязал БКБ и Пайката, скорее всего, опять разберут. Нет, БКБ юзает. Пайкат старается отсюда уйти. Приморозил его. Приморозила Вивер на его. Пайкат в таверну. Виверн тоже на ЛОХП. Пайкат в таверну. Ну и летает здесь Лода. И Лода на ЛОХП. И по Лоде ракетой. И Лода развалится. 3 в 1, точнее, дерется Бёрден Юнайтед. Денег заработали здесь кучу. А где в это время Факин Мэд? Он на топ-лейне. Точнее, на хайграунде. Не подходит на мид-лейн. По итогу этого файта 2500 Бёрден Юнайтед по золоту и 5200 по экспириенсу. Переворот небольшой, но все-таки. И сразу же на Рошана. Пока есть время, надо забирать Року. Так, Яша уже есть для Синсинга. Сэнжин Яша для Синсинга. Значит, можно драться. Байбэк от Лоды. Развели его игроки команды Бёрден Юнайтед. Лода уже летит сюда. И Лода уже у нас в файте. Он не слэша у него нет, но бить он готов. Я так понимаю, готов это точно. Роха здесь почти битый. Лода врывается у нас в толпу. Атаки под коп. Оп, и сразу же ульт пошел у нас в СФ. Мега килл атаки. Факин Мэд на лоу ХП. Факин Мэда развалили. Лода без Килингварда. И Лоду могут здесь и забрать. Пайкат уже близко. Лоду не заберут. Пэрис в это время еще и от Рошана она получала. Аки ловит стан. Лода юзает Килингвард. И теперь Роха будет гореть. Плохо для команды Альянс. Просто отжали его. Промазывает здесь. Нет, Адмирал Бульдог не промазывает. Он закрыл Майнаца в Коге. Майнаца убили. Come with me. Туда ли ты залетел? Вообще не туда. Дабл килл от Факин Мэда. Все это по трекам. Все это очень дорого и полезно для команды Альянс. Тридцатая минута. Альянсы теперь, я думаю, выиграли тут достаточно много, чтобы игру эту додавить. Есть уже у Лоды Аэгис. К тому же два Ultimate Arba для Лоды. Сейчас упадет Тавр. Заберется еще несколько крипов. У Лоды будет Айовс Хадди. Врыв на Син Синго. Омни Слэш по троим. Пока нет Виверны, Лода просто развлекается. И уходит отсюда Лода. Блэйд Фьюри и бежать. Видим, что на плюсике Лода тут не заморачивался с плюсиками. Плюсики у него вот они. Два плюсика. Два по десять. То есть в плюсы Лода не вкачивался сильно. Все в криты. В Хеллингвард. В Блэйд Фьюри. Никаких заморочек. То есть может играть Джаггернаут. И может на крутом уровне играть Джаггернаут. Без вкачанных плюсов. Так что если что, криком не кричите. Касательно того, что Джаггер очень сильно там не хватает ему ХП. Не хватает сильно ему статов. Срочно-срочно. Не качаешь плюсы. Ты днище. Я не думаю, что до днища совсем... Можно и так играть, если руки позволяют. Забрали в это время Баунти Хантера. Баунти Хантер дал Некроману Трек. На этом весь его экшен закончился. Четвертого левела уже у Факин Мэда Дагон. По Галди Алайнс выигрываю десять. По Экспириенсу восемь. Ну и Берден начинают давить. Виверна, конечно, такая грациозная тварь. Лучше всех хореография прописана. Хореография полета. Аки у нас огребает по полной программе. Забирают Мега Килл Стрик. Виверна забирает его саппорт. Забрал все деньги, которые другой саппорт копил всю жизнь. Ну и Кам Виз Ми уже приобретает себе Форд Став. Еще и денег тут подняли Берден Юнайтед. Ну, 1118 зарабатывает Берден Юнайтед. 1600 по Экспириенсу. Еще и Т2 забрали на Мидлей. Небольшой тут мини-комбэйчик случился от команды Берден Юнайтед. Но на самом деле не критично. Давайте по артефактам пробежимся. У Леона есть Ultimate Warp. У него есть Даггер. У него есть Форд Став. Зачем тебе Ultimate Warp? Давайте смотреть Хекс. Нет, Линка нет. Не знаю. Может, Линка. Вполне может быть Линкенсфера от Леона. Чтобы, например, на Джаггернаута бросать Хекс. Потому что второй на Леоне, согласитесь, немного странно. Слишком дорого и не лучше всего. И... Думаю, что все-таки в Линкенсферу может выйти Леон. А может и оставит сам по себе этот Форд Став просто для дополнительного ХП. Четвертого Левела Даггон у Баунти Хантера. Есть ли гем здесь у кого-то? Должен быть. Просветка точно есть. Варды есть. Гема пока ни у кого нет. Где ты, Геррокоптер? Где ты? Здесь Геррокоптер. У Геррокоптера после Сен-Жин-Яши. 3 800 на руках. Синг-синг. Собирайся в Рапиру. Думать нечего даже. В это время Бэт Райдер с Форд Ставом. С Даггером есть у него прицеп на БКБ. И остается Думитрил Хаммера совсем чуть-чуть Геррокоптеру. Файерфлай включает Геррокоптер. Просто чтобы заработать тут на крипах. Трек сразу получил от Факин Мэда. Лешрак в это время уже с Шива с Гвардом. Безагонима Пайкат. Но Шива с Гвард есть. Есть у него БКБ. Есть Шива. Дефа много. ХП много. Демеджа очень много. И выходят на Т2. Диаболики провязал Пайкат. Пачка крипов падает быстро. Ну и забирают Т2 игроки и команда Лайнс без сопротивления от Бюрдена. СФ делает ТП-аут. Файт ни к чему ему здесь. Ну и команда Бёрден Юнайтед просто собирается в пятером на нижнем лайне. Думали, что алики пойдут пушить. Нет, алики не решились туда идти. У них другие цели. Они пошли фармить. У них классно это получается. Они это хорошо реализуют. Ну и не будем забывать, что у них Медлейн тут уже начинает подгорать. Почти под хайграундом пачка крипов. То есть если бы не Лода, то крипы уже бы начали бить талок. Куда ты полетела, курочка? Факин Мед. Ну просто умница. И треки раздает. И варды ставит. Ну это его хлеб в принципе. И отыгрывает Баунти Хантер по-моему на 5 с плюсом. Да, умирал 5 раз. Ну 11 ассистов. По-моему это очень даже серьезно. Смок от команды Альянс. В пятером куда? На Роху Рана. По линии разве что кого-то зацепить. Да, по нижнему лайну рисует у нас путь Аки. В это время вся команда Берден Юнайтед уже на Медлейне. Они пытаются задефать или просто тут нафармить. А Альянсы пешочком идут на вражеские позиции. Сейчас если на секрет шоп, например, кто-то сунется из команды Альянс. Ой, из команды Берден Юнайтед. Тут собственно они и останутся. Ждут своих жертв игроки команды Альянс и Берден Юнайтед далековато. Не подходят к своим оппонентам. Ну, не подходят даже приблизительно туда, где они могли бы быть. Гуляют по своему лесу. Формят. Они отстают по голде, они отстают по экспириенсу. Им нужно фармить. Им нельзя просто так тратить время. Они же не знают, что Альянс в это время просто у нас натусина какой-то под их секрет шопом. Не зарабатывают ни деньги, ни левел. Ну что, готовится хороший файт на лоду у нас. Якобы байт. На иллюзию его врывается в Периса. Бульдог. БКБ от Периса. Ну и тут не справится. С Джаггернаутовым ультом было Бэтрайдеру. Бэтрайдер отправляется в таверну. И вся команда Берден Юнайтед на собственный хайграунд. Так, трек был или нет? Нет, трек был. Трек был, а почему так дешево тогда? 518 голды всего лишь подняли за Бэтрайдера. Игроки команды Альянс. Рошан через минуту. Чуть-чуть больше, чем минута. 10 тысяч Альянс золота. 5 тысяч экспириенс. Пайкату нравится фармить. Пайкат фармить. Кто может ему запретить фармить? Не знаю. Я точно не могу. Я так смотрю, в команде Альянс тоже никто не может. Помню еще раз. Это Альянс против Берден Юнайтед. Первая игра европейской квалификации на Т1. Прямой эфир. Студия Грекам ТВ. С вами друг. Хук, добро пожаловать и оставайтесь с нами. 38 минут уже почти сыграно. Поймали у нас Огрмага. Вроде и толстоват Огрмага. А тут против догона 4-го левела сильно не попрешь. Хукшот от Адмирала Бульдога неточный. Кстати, Адмирал Бульдог что-то как-то долговато собирает свой Аганим. 38-я минута у нас уже. И Адмирал Бульдог по-прежнему без Аганима. Зато у него есть Форстав и Блэйдмейл. Тоже неплохой вариант. Но все это при наличии Аганима смотрится куда поинтереснее. Пока что кулдаун 55-секундный на хукшот. Это многовато. У Джаггера 4000 после появления Скади. Лодом может уже выходить, я думаю, даже в какой-нибудь... МКБ, например. Или, или, или... Вот, пожалуй, или в Башер все-таки выходить. Может Джаггернаут и Абисал Блейд в итоге. Да, в принципе, сквозь БКБ пробивает Гирокоптера вещь очень полезная. У Гирокоптера, кстати, статов теперь дофигеще. У него есть Энжин Яша, у него есть Скади. Та же история, как и с Джаггернаутом. Только у Джаггера здесь барабаны и... И Рингу в Базилус. А у Синг-Синга ни барабанов, ни базилки. У него Домината. И, кстати, Синг-Синг на первом месте. Та по фарму. 19 тысяч уже для него. Пайкат на втором месте. 18-300. И только потом Лода. 17-600. 40 минут сыграно. Команда Лайенс продолжает лидировать по золоту и по экспе. Причем в ощутимом таком разрыве от команды Берден Юнайтед. Но при этом с каждой минутой ценность такого отрыва уменьшается. Хотя и сам отрыв, конечно, растет. Тут спорить смысла нет. Под смоком команда Берден Юнайтед. Поднимается на хайграунд. Синг-Синг увидел, с кем драться надо. Сразу же в Синг-Синга у нас пошел Кьех. И Синг, скорее всего, ничего здесь делать не успеет. БКБ из Заяц Синг-Синг. Отъедается. Come with me. Тут саппортит Синга просто на ура. Отправляется в таверну Fucking Mad. В таверну отправляется Аки. Пайкат неплохо всех выжигает. Сплит-Ос по двоим. Минус 2 делает команда Альанс. Минус 3 уже делает Альанс. И Лода просто нарезает здесь по Перису. Он не слэш провязал. Лода 3 в 3 закончился в итоге файт. Много влил дэмэджа Пайкат. Сейчас увидим сколько. 3 740 влил Пайкат по дэмэджу. Но СФ здесь 2000 наколотил. И полторы Бэтрайдеры. 1600 наколотил Герокоптер. По факту конечно Альанс остались в минусе. Потому что Бёрден Юнайтед проигрывали. И каждый фраг Альансов Пайкат дороже будет. 1750 заработали Бёрден Юнайтед по золоту. И 6 с копейками по экспириенсу. Против 5700 от команды Альянс. 11000 Альянс по голде. 7500 по экспириенсу. Роха у нас стоит. Роха ждёт своего участия. Это второй Рошан. Лода врывается на Роху. Вместе с ним Адмирал Бульдог. Вдвоём файтятся они готовы. Я так понимаю. Бочка у нас от Пэриса не самая удачная. Пэрис будет врываться. Пэриса фаерфлай через секунду. Пэрис уже даже готов лететь. Должен был лететь. Или нет смысла лететь в принципе. Адмирал Бульдог. 2 и хукшотом. Майнаца поймал. Виверна у нас отправляется в таверну. И тут просто разрыв конечно будет команды Бёрден Юнайтед. Или Адмирал Бульдог. Почему он здесь в соло? Объясните мне. Лода с Аэгисом. Лода есть с Хадди. Лода есть Башер. Лода есть Барабаны. Почему Адмирал Бульдог в соло тут ковырялся не ясно. Ну и конечно же Баунти Хантера очень быстро нас размазали по асфальту. В итоге файт один в один. Винтер Риверн очень круто тут поймана была Адмиралом Бульдогом. Но на этом экшен закончился. Плюс благодаря трекам. Плюс для команды Альянс. 150 по золоту и по экспе. Минус для команды Альянс. 12 с копейками Альянс по золоту и по экспириенсу. 8 тоже наверное с небольшим хвостиком. Лоды 3700 на руках. В принципе Абисал Блейд уже сейчас будет готов. 50 копеек не хватает Лоди. Но я думаю что с Барабанами можно уже расстаться. Пора. С другой стороны зачем с ними расставаться. Если так можно нормально заработать. Синг-синг. Всех хрипов здесь надамажил и ушел. Появляется Линкен Сфера для Адмирала Бульдога. Вот так вот справится с... С чем? Справится с... Ненавистным Лассо. Гем в Курьере есть. Чей гем? Гем в Факин Мэда. А где сам Факин Мэд? Факин Мэда Дагон 4 левела. Он пока... На 5 еще не накопил. Ну и голый Факин Мэд. 960 у него всего лишь... ХП. Понятное дело что он не выживает. Если на него врывается Бэтрайдер. Так. А теперь Бэтрайдер. Бэтрайдер с Камвиз Мишным гемом. Есть у него Даггер, есть Форс Став, есть БКБ. Вытаскивать любого из любой ситуации может. У Виверны только Форс Став больше ничего. У Гирокоптера 4700 на руках. Это все после Скади и Сен Джин Гяши Синг Сингу надо приобретать Сатаник. Он уже наверное за Ривером полетел. Нет, Демонедж приобретает себе Синг Синг. И продает. И Игл Сонг покупает. Классно придумал. Абисал Блейд у Джаггернаута. И пятый Даггом для Баунти Хантера. У Джаггера конечно тут по демеджу очень большой. Отрыв обгоняет Синг Синга намного. Но не будем забывать что у Джаггера одиночный удар. Цель единственная какая-то. Сплэша никакого для Джаггера. А Лода может быть по всем флагкенонам. И это его безусловный плюс. Огурмак. Сол Ринг. Транквил Буци. Форстаф для Майнаца. И СФ с Манта Стайлом. Против Лоды. Мека. Боттл. БКБ. Пауэр Трэдс. Тоже у нас для Шадоу Финда. Альянсы выигрывают 13 тысяч по золоту. По Экспириенсу 8. Но им надо бы по-хорошему давить своих оппонентов. Чего они ждут непонятно. Возможно они ждут, когда Гирокоптер у нас соберется в 6 слотов. Чтобы как-то так на равненьких с ним подраться. Пока может скучно просто Аликам. Непонятно. Если они этого ждут, они этого дождутся. Гирокоптер у нас ни на секунду не останавливается. У него продолжает быть первый Нетворс на карте. Синг-Синг будет фармить. И никто у Синг-Синга это право отнять не сможет. И Синг-Синга сейчас уже не так-то просто убить. И сейчас у Синг-Синга уже готовая бабочка будет. Забирает этого крипа и у него немножко не хватает до бабочки. Так, врыв у нас пошел от Адмирала Бульдога. Вроде бы и во всех. Так, в принципе, не критично. Аки врывается у нас в толпу. Пошел Хекс по Некромаду. И пошел у нас колдаун от Синг-Синга. Синг-Синг под БКБ просто разваливает Лоду. Лода юзает омни слэш. Виверну забирает. Лода на лоу ХП. Лода дальше дерется. У Лоды все хорошо. Он не потерял Аэггис. Лода забирает Синг-Синга еще. У Лоды просто микро ХП здесь. И Хилингвард выхиливает Лоду в таких соплявых вообще ситуациях. Это просто истерика. У Лоды было 20 или там 30 ХП. Он провязал умни слэш. А дальше все. Дальше конец. Дальше ГГВП. 3-300 зарабатывает Альянс в этом файте. Ну и вот и доформился у нас Гирокоптер. Не купил себе бабочку. А теперь потратил все деньги на байбек. У Гирокоптера бабочка до этого... До конца этого матча, я думаю, не появится. Ситуация теперь для Бёрден Юнайтед просто критична. Лода просто бьет тавер. Джаггер по фарму. Выходит на первое место. 22 тысячи 300. 22 тысячи 222. Только что было у нас у Пайката. По фарму. У него есть Линкенсфера. Линкенсфера увешает еще и Клокверк у нас на Лоду. Его и зацепить нечем. И вытащить тоже нельзя. Еще одна Линка у нас в составе команды Альянс. Что-то издеваетесь. Линка на Леоне. Линка... Так, это две Линки, что ли? Три Линки. Три Линкенсфера у нас на Лоде. А ну-ка. Одна спадает. Вторая спадает. И третья остается. Три Линкенсфера висит на Джаггернауте. Это новый уровень троллинга? Или как это называется? Три Линки. То есть, чем его бить вообще непонятно. Он и выйдет, там, например, Колбу Виверны. Он и выйдет Ульт Виверны. Он и выйдет Ракету Синг-Синга. Он и выйдет Лассо Бэтрайдера. Он и выйдет Огрмаговский Файр Бласт. Ой, это просто истерика. Три Линки. Они нунстоп на Джаггернауте. Просто... One Man Army случается из... Main Carry Command Alliance. Ну, смешно. Смешно. Мне, да. Burden United, я думаю, тоже, наверное, улыбаются. Но... Явно не... Не без печали. Синг-Синг. В таверну Синг-Синг. Абис Алблейд пробивает в него Лода еще во время Омни Слэша. Поднимают здесь Периса. Периса тоже убивают. Трипл-кил от Пайката в этом файте. А теперь иди и сноси линию. Все. Burden United сдаются. GG, пишет они. Но тут превосходство феноменальное. Вообще громаднейшее. От команды Alliance. Файтиться нет никакого смысла. И Alliance свою игру нашли. Из трех матчей у Alliance сегодня две победы. На повестке у нас ответная игра Burden United против Alliance. Дальше у нас будет матч Na'Vi против команды HellRaisers. Поэтому готовимся, ждем, верим, надеемся. Не в одних, так хотя бы во вторых. Но как-то два эти донышка должны друг с другом разыграться. Чтобы потом уже на другие команды европейской арены выходить. Ладно, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал. Если вы тут вдруг здесь новенький. Можете платно, можете бесплатно. Как вам удобно. Ну и заходите в группу ВКонтакте и канал Ютуб. Тоже вся информация касательно будущих и прошедших матчей. Все это появляется там. До скорой связи. Перерыв на 5-6 минут. Ждем, пока пересоздастся лобби. Вторая катка. И услышимся уже на второй игре Alliance против Burden United. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok